Музыка Так, друзья, сегодня у нас 3 июня 2021 года, 71 год автору этих бесконечных публикаций, сотен статей, сотен вебинаров, тысяч фильмов. Вот один из них. Когда-то я сам не ожидая того, какая-то появилась странная предназначение. Засыпал, как все люди, долго не мог понять потом смысла того, что происходило дальше. Три-четыре ночи просыпался, кидался скорее за стол, за два часа выкурил пачку беломура, писал, писал, писал. Потом то, что удавалось расшифровать, далеко не все, я переводил в текст. Попутно сделал несколько мировых открытий. Они все за пределами современной науки, которая развивалась, родила много гениев, удивительных людей. А потом однажды все это застопорилось. Наука вместе с нашим государством, вместе с нашим офисом, начала деградировать, причем даже еще и вперед. Вот, еле лишили финансирования. Кто уехал, кто ушел, кто, извините за такие страшные слова, спился. Кто перешел в дворники, там меньше дури. Вот, и я тоже постарел, признание так и не пришло. Сейчас я уже не могу делать такие открытия. Они уже все сделаны, все в открытом доступе. Они все будут украдены американцами или китайцами. Вот, просто удивительно, почему это сейчас не происходит. Наверное, происходит, но пока еще завуалировано. Вот, единственный случай, я о нем рассказывал, когда в открытый доступ на телеканале Федеральном науке, на этом Федеральном канале прозвучало, было выступление профессора. Все это мной задокументировано, найдено. Потом в этом, на сайте этого телеканала Наука, вот, признание, полупризнание пришло. Останется время, может, я его вам зачитаю. Только одного из этих самых моих открытий. Ну, будем считать, что это интрига. А пока, смотрите, как все помаленечку шло. Вот это я фактически цитировать буду. Наши, отдающиеся ученые, перерачиваются в гробах. Это часть моей деятельности. Только я сейчас перевожу ее на устный язык, чтобы был лишний фильм. Чтобы это было сохранено, да, хотя бы для потомков. Современникам не надо. Итак, читаем Тимирязево. Следовательно, может, погадаться скучим, но выводы-то какие будут? Выводы какие будут? Подождите до конца даже те, для кого биология в школе была жупелом, ужасом. Вот. И кошмаром детских снов. В стадии она так и должно было бы быть. Ни один нормальный человек биологию-то не может воспринять. Вообще. Дурь несусветная. Так, как преподнесено было. Вот. Я пытался разгадать этот феномен. Зачем миллионы людей, десятки миллионов, научили уничтожать деревья своими руками? Да еще большая каторжная работа. Попробуйте его 100-200 веток на одном единственном дереве 55 или 10 лет от роду. 50-100 веток от родов. А ведь научат. Отогнуть учат. Искалечить до строительства учат. Я вам объясняю. Вам. А еще лучше, если бы это было где-то на расширенном заседании научного совета. Лучше все академии наук. Потому что это надо знать не только биологам, а экологам. Психологам. Вот. Читаю. Итак. Я цитирую Тимирязевого. Дословно. Буквально. Вплоть до запятых. Следовательно. 10-15 процентов солнечного света. Вот все, что может быть утилизировано растением. 10-15. А мы только что видели, что при помощи самых интенсивных своих культур мы утилизируем уже до 2 процентов. Значит, когда человек когда-нибудь успеет увеличить производительность самых интенсивных культур раз в 5, то, вероятно, будет правильно сказать, что получил все физически возможное, все, что дает ему солнце. Снова Тимирязев. Если на лист растения не упадет в луч солнца, то его почка останется бесплодной. Дальше цитирую сам себя. Когда-то это будут учебники. Который уже готов, только издавать его никто не собирается. А он нужен во всех библиотеках, в школах, в вузах и в практике, и в теории везде. Как можно, это я пишу, сейчас цитирую, как можно было извратить самого гения и вывести из его наблюдения. И гениальный вывод уже свой. Дичайший изуверский вывод о том, что деревья за миллиард лет будто бы так и не смогли сформировать правильную крону. Правильная ночь прореженная, по их мнению, садистов. Правильный скелет, все ветки только вширь. И правильный штамп, только высокий, ума не приложу. В результате, с удовольствием на долгие десятилетия до сих пор наступил, как когда-то у людей, период садовой инквизиции, пыток и зверства. В результате, в зонах рискованного земледелия, вся Россия, деревья, с уничтожаемыми ежегодно, лишними, затеняющими другие ветки, ветками, с уничтожаемыми волчками, растущими на смену уничтожаемым, с лишними нижними, якобы лишними нижними скелетными ветками, с опять в кавычках, с лишними ветками, растущими внутрь, растущими вниз, деревья, с полученными сотнями ран, гибнут миллионами, давая, тут не хватило слова, ой, я ошибся, давая иногда обильные урожаи, которые я назвал предсмертными, и которые помешали всей науке связать массовую гибель садов с изуверством человека. Они, изуверы, даже не удосужились подумать, а для чего и почему у всех плодовых деревьев и у разных видов, и даже у разных сортов и разных деревьев одного сорта, одного сорта, разное строение крона. Сейчас не буду никого учить, просто даю подсказку, для чего она нужна, именно неповрежденная крона. А кто не догадался, найдете ответ позже, как раз в орденовом сайте. Фото номер раз. Фотографию специально сделала в Римнюю Дождь. Вот, смотрите, видите, косой дрожь получился. Правда в том, что никто из докторов наук и просто опытных медиков не призывает и не учит учителей, токарей, пекарей делать операции друг другу самим, иначе вы в психушку угодили. А вот резать деревья учат всех, кому не лени. Как бороться с этой бедой, если по интернету бродят ролики с кавычках «правильная обрезка» и имеют десятки и сотни тысяч просмотров? И как теперь выкручивать из сознания миллионов дачников, что обрезка деревьев так же опасна, как операция по удалению педицита летчикам у столера? И ведь это только один пример. Эх, если бы дослушали меня на конференции в Москве, это где мне микрофон отключили, вот за это же, о чем я им сейчас рассказываю. «Рисую картину, идеальную и несбыточную. В Академии создается смешанная комиссия из опытнейших ученых и практиков из любителей. После жарких способов составляется, тиражируется в средствах масс-информации список запрещенных агроприогов. Кстати, он готов. Школьную программу по биологии вместо нынешней даром никому не нужной, ни ему, ни сердцу, вносится программа по садоводству и огородничеству». Ага, размечтался старый пень. Но продолжим. День Мичурина тоже приспособили к тому, чтобы ограничить возможности Севера и Сибири. Иначе зачем было возводить в абсолют эту его вырванную фразу и повторяемую к месту, не к месту. Внимание! Как отмечал в свое время Иван Мичурин, обращаясь с садоводом Сибири-Урала, категорически утверждая возможность введения садоводства на Севере, возможность, но только исключительно при условии своих выведенных в местных условиях сортов плодово-ягодных растений и семян. Вот так вот. Ведь растения, выращенные из семян, в самом юном возрасте претерпевают глубокие изменения в строении организма под влиянием местных климатических условий. Это то, с чем не согласна вся генетика мировая. Что ни хрена, никаких изменений организма, никаких условий быть не может, если только за миллионы лет. Полученный сорт плодового дерева не побоится никаких невзгод. Они будут привычны. Кавычка закрывается. Это Мичурин, теперь Железа. То есть вы поняли, там на месте, если будем высевать, 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 длинный путь, частично удачный. Вот. Такие примеры имеются. Но сейчас отвлекаться не будем. И вот прошли годы. Многие сорта и виды действительно стали привычными в Райле и в Сибири. Но! Не очень съедобными. Это заплаченная цена за сеянцевую гибридизацию. И слегка одичавшие, полу-культурные, полу-дикие корнесобственные вишни, сливы, груши, ранетки, абрикосы, приобрели в частности в Хакасе на Викорсадском крае, вторую родину. Адаптировались. Накормили нас витаминной продукцией, в основном виде продуктов переработки. И, наконец, внимание, стали для нас внимание с незашоренных догмами сынногорских садоводов, великолепными, предельно морозостойкими, подвоями для чисто культурных сортов лучших в России и в мире. Вот почему я говорю. Ладно, не буду отвлекаться. Вот я раскрываю друзьям тайну, почему Мессивин отказался от привыкновенных морозостойки в кавычках подвои. Не были они достаточно морозостойкими, или же подвои и привои стояли на разных концах культурной эволюции и не совмещались. Или ненесли они в своих организмах культурные гены, совместимые с высококачественными сортами. Но ведь это не отрицание Мичурина, а эволюция в садоводстве, где за горизонт заглядывают простые уличные садоводы. Сегодня хожу по прекрасному саду, как зачарованы, и удивляюсь. Слишком легко всё даётся. И всё получается. За это ненависть заработал. А может, это потому, что люблю сад, и стараюсь не причинять ему боли. И с каждым годом всё понятнее и понятнее становится поведение людей именно на своём ухоженном до безумной красоты участке земли. Нет, мы не потомки обезьян. Мы жили в Эдеме. По неведанным причинам потеряли свою красивую прародину. Одичали и пытаемся реализовать заложенную в генной памяти, любовь к совершенству и красоте природы в своём саду. Кстати, вот сейчас я сам себя перебил. Вы посмотрите, как наши женщины, девушки в своих дачных участках, в своих шести сотках, десяти создают невообразимую красоту. Откуда это? Обезьян? Гена? Нет. Продолжаю. Это моё главное доказательство на трудном пути к Богу. Заложено в генной памяти, любовь в генной памяти, не обезьяне, любовь к совершенству и красоте природы в своём саду. В своём. Это моё главное доказательство на трудном пути к Богу. А если для вас это не доказательство, то это мой один из сотни постулатов из новой книги. Постулат номер два. Так, батарейки с ней уже не новые. Сейчас в любую минуту они могут отключиться. Но самое главное я уже сказал. Моргает зарядка батареек. Ладно. Но я продолжаю. Постулат номер два. На планете Земля изначально росли именно культурные сорта и виды плодовых растений, деревья. Впоследствии из-за природных катаклизмов одичавших. Изначально сказки рассказывают, что в Сибирке вот с такой вот размер плода ноготь, вот этот вот, можно получить бы вот 500 граммовое за те 10 тысяч лет одичало, оседлой жизни. Ага, сейчас. Для этого миллионы нужны. Или божественное происхождение. Ох, и попинали меня еще раз. Изначально росли культурные деревья, не дикие. Изначально ох, и попинали меня за этот постулат ученые-таисты. Сейчас не хотелось бы приводить все доводы за. Но почему это утверждение, дающее возможность расширить горизонты науки, так возмущает моих оппонентов? Им так же, как и верующим, хочется жить вечно. Они на всякий случай ходят в церковь. Но как только почитают мое утверждение, что культурные растения поелись раньше человека, как у них шерсть стоят дыбом. И позабыв о благости, отту его не вежу. Меня. Ну и что ж, Теросат будто бы полон чудес. Нам отсюда силы бы не видно. А я хоть и низительно. Сколько злобы. Только при намеке на то, что я утверждаю, что первые люди ужели сладкие плоды. И дело даже не в гипотетическом одичании людей из садово-дыма. На земле еще не было. Даже обезьян, а птицы и животные, питаясь наиболее съедобными плодами из возможных, уже провели селекцию, разнося именно с них семена по округе. Один из моих постулатов звучит так. Для оккультуривания и для одичания плодовых растений в настоящий момент культивированным человеком надо ни сотни, ни тысячи, всего лишь несколько поколений. Это многое объясняет, дает возможности. Ох, сейчас отключится у меня. Рассчитал заряд батареек. Ладно, сейчас я... В самом начале у меня где-то здесь есть фотография. Фотография, фотография. А, вот она. Вы знаете, что эти плоды были увеличены в трое за четыре поколения. Невозможно. Так вот, как в следующий раз я вам расскажу о том, что вегетативная гибридизация, которая признана ложью, ложью официальной наукой, и в Википедии стоит это слово «лженаука». Так вот, эта вегетативная гибридизация, она особая, она использует, не меняет геном, а из этого генома вытаскивает культурное качество, которые потеряли за несколько поколений, не поколений, а несколько периодов, ледниковых периодов. Вот. А сейчас они так легко вытаскиваются, поэтому я на этой, как бы, мажорной ноте говорю вам, ребята, вот, поверьте, поверьте железово, и тогда у вас будет то же самое, и даже еще больше, потому что это всего лишь четыре поколения. Все, на этом я заканчиваю. Еще раз. Люди появились на Земле внезапно. Вот не было человека и появился. Какая хрена, может быть, это обезьяна. Не было и появился. Вот. Почему, зачем это так навсегда победило атеизм, а именно атеизм, это и есть лженаука. И растения так же победили. Да, они не имеют земное происхождение. У них не успевали бы они стать такими. Вот. Это все из-за Дема. Можете называть Демом настоящий библейский рай. Можете считать, что где-то была планета, которая появилась на миллионы лет раньше, жизнь развивалась раньше. Ну, а то, что загляните в космос, все рядом. Большие расстояния, да. Ну, и время-то, оно же вечное. Поэтому, повезло нам. Повезло. Пользоваться этим, надо еще научиться уметь. Я вас приглашаю в свой рай, я вас приглашаю в свою технологию. Это так просто. Вот. Стать чудесниками, кудесниками. Вот. А пока грустно на душе. Сейчас уже не могу создавать. Открытия я их уже создал. Цитирую сам себя, чтобы было не только письменное свидетельство, но и аудио. И это будет очередной фильм, может, тридцатый, может, двадцатый, сороковой. Я их уже сбился со счетов. когда я эти самые свои статьи переделываю в звуковой ряд. До свидания, друзья. До следующей встречи. Их будет, надеюсь, еще много. У меня сотни статей за Богом. Я чуть не сказал Богом забытые. Людьми забытые. До свидания. То есть, огромного абрикоса стали 120-граммовыми. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok